Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Айя. Я занимаюсь продажами на amazon.com уже более четырех лет. За это время я выпустила свой бренд и на сегодняшний день я продаю несколько продуктов, которые являются одними из самых хорошо продаваемых продуктов на Амазоне. И в моих видео я вам показываю, как вообще начать бизнес на Амазоне, какие продукты можно продавать. Я для вас специально заказываю продукты с Амазона, которые хорошо продаются, разбираю этот продукт, показываю вам, как его можно достать на alibaba.com в Китае и как его можно будет из Китая отправить на склад Амазона в Америке и сколько можно заработать на этом продукте. В сегодняшнем видео я вам хочу показать очки, как вы уже видели. И я думаю, что это отличный продукт для тех, которые только хочут начать бизнес на Амазоне, но у них, например, такой маленький бюджет. Скажем, если у вас есть 500 долларов, которые вы хотите вложить и посмотреть, как вообще работает бизнес на Амазоне, как вообще можно зарабатывать деньги, то очки вот эти очень такой отличный вариант для вас. Так, пришла еще одна посылка. Сейчас я вам открою, покажу. Вы, наверное, уже догадываетесь, что здесь очки. И Амазон отправил мне эти очки вот в такой упаковке. Ну, такой пакет, да, маленький. И сейчас я открою, вам покажу, как выглядит сам продукт. Вот такие вот маленькая коробочка, очки. И как упаковывают его сами продавцы, да, и как упаковывает Амазон. Упаковка выглядит вот так. Очень маленькая. Мне очень нравится, что она еще очень легкая. Смотрите, как можно упаковать, оформить очки. Так, а теперь я вам показываю, как они упаковали, да, очки. Очки были, в общем, вот в таком матовом пакетике. И еще они сюда вложили вот такой вот чехол, да, из микрофибры. Потом это все вложили в такой полиэтиленовый пакетик маленький, а потом в коробку. Так, и тут у нас инструкция. В общем, вот так вот выглядит весь набор, да, очков, которые продаются там несколькими тысячами в день. Вот я, в общем, еще открыла. Хочу показать вам чехол. Вот так он выглядит. Он очень простой. Его на Alibaba можно купить вообще за, там, 10 центов, да. И вот такая тряпочка тоже из микрофибры, чтобы протирать очки. Ну, ничего такого особенного. Как вы видите, такого твердого чехла здесь нет. Такая коробочка красивая. И на коробке здесь штрих-код амазоновский. Ну, в общем, вот так вот все выглядит. В общем, вот так вот выглядят очки. Мне очень нравится форма. Мне очень тяжело, кстати, подобрать себе очки. И я сейчас понимаю, почему они, как бы, бестселлеры, да, самая лучшепродаваемая форма. Молодцы, ребята, конечно, очень классные. Мне прям нравится и качество. Вот такие вот очки можно вам и продавать, если хотите. Какие риски, да, могут быть с очками? Конечно, они могут там поломаться, разбиться. Такого, чтобы они там поломались или разбились. Я вам советую делать хорошую упаковку. Как вы видели, вот очки, которые я заказала. У них вот такая вот коробочка, да, даже без чехла. Ну, они очень хорошо пришли, потому что там еще внутри есть полиэтиленовый пакет. Они их вложили. Еще есть чехол. Ну, в общем, они не разбились, как вы видели. Эти очки находятся на складе Амазона. Когда я их заказала, Амазон мне отправил их из склада. Так что я вам советую делать хорошую упаковку, чтобы очки не ломались, да, по дороге. Вы, наверное, спросите, почему я именно выбрала очки. И дело в том, что я недавно просто смотрела видео на YouTube. И у меня вылезло такое видео. Там девушка написала, что она зарабатывает 15 тысяч долларов каждый месяц на очках. Меня это очень заинтересовало. Я решила посмотреть, да, это кто это, какой у нее бренд, что она продает, какие очки она продает. Ну, в общем, я ее нашла на Инстаграме и очень удивилась, потому что у нее там 137 тысяч подписчиков. И больше всего мне понравилось то, что это такая девушка простая, да, она тоже работала там с 9 до 5, потом решила просто поменять в жизни, как бы именно, ну, что-то поменять в жизни. И решила открыть свой бизнес. Молодая девушка, видно, что она такая, она не инфлюенсер, да, на Инстаграме, но видно, что у нее хороший вкус, очки, которые она выбрала, мне очень понравились. В общем, я вам сейчас покажу ее очки и покажу, как ее выглядят очки на Amazon. Что я посмотрела на YouTube, ее зовут Фарида Баюми, она живет в Канаде. И она утверждает, что в месяц она продает на 15 тысяч долларов свои очки. Да, очки очень красивые. И видите, вот она говорит, что она волилась с работы и начала зарабатывать, сидя у себя на диване. Да, вот у нее несколько видео, она тоже продает на Амазоне. Так, теперь я хочу показать вот эти очки, которые она продает. У этой девушки очень хороший бренд, видно, да, что вот Own the Trend называется. У нее 137 тысяч подписчиков на Инстаграме. И это отлично, потому что она через Инстаграм рекламирует свои очки и просто отправляет всех своих покупателей на Amazon. У нее, по-моему, даже еще есть свой сайт. И видите, она построила как бы такой бренд, да, на очках. Я уверена, что она эти очки как бы покупает за очень дешево в Китае и просто перепродает, да, за там, не знаю, 15-20 долларов. Вот так, в общем, выглядит ее страничка. Как вы видите, там, как бы особо такого ничего нету, да. Но зато 137 тысяч подписчиков. Как выглядят ее очки на Амазоне. Вот они, вот эти вот очки, которые она говорит, что она их продает на 15 тысяч. У нее есть значок Amazon's Choice. Это значит, она их как бы продает в очень как бы многом количестве. Давайте нажмем, посмотрим, да. Ну, у нее Amazon's Choice именно на вот это вот ключевое слово. On the trend, как бы, и, но, как бы, это не bestseller, да, скажем. Значит, она, когда люди набирают ее, название ее бренда, On the trend, эти очки выходят и автоматически являются как Amazon's Choice, да. Люди больше всего, как бы, запрашиваемое такое слово On the trend, и она, как бы, лидер среди других очков. Так, теперь посмотрим, какие у нее фотографии, да. Очень красивые фотографии. Видно, что она на каждом очках. Тут вот у нее свой, как его, ее лого на очках. Фотографии такие простые, очень минималистические, ничего особенного. Видно, что она сама себя сфоткала, даже, да, селфи сделала. Так выглядит ее чехол. Такой чехол тоже можно заказать в Китае. Тут у нее еще есть видео, как вы видите, да. Такое видео тоже очень рекомендую делать. Тоже ничего особенного. Она просто там показывает со всех сторон, как ее очки выглядят. Вот. И сейчас я вам хочу показать примерно вот такие очки, да, как их можно поискать на alibaba.com, сколько они стоят, да, и как можно заказать вот эти вот чехлы, как можно оформить. Ну, молодец. Вот девушка, видно, что у нее есть вкус, и она просто из каких-то там дешевых очков сделала бренд и продает их, да, как вы видите, на 15 тысяч долларов в месяц. Так, посмотрим. У нее хорошие отзывы видно, да, 24 пятизвездочных отзывов. Так, идем дальше. Вот. Тут у нее есть история, да, ее бренда. Вот. Фотографии. Как бы особо такого прям я бы не сказала, что прям у нее тут очень как бы все красиво, да. Ну, вот. Тут отзывы покупателей, которые отставили. Вот так вот, оказывается, вот выглядит ее упаковка. Как вы видите, это вот такая коробочка. Она туда вкладывает очки сами, да, выглядит как такая подарочная упаковка. Тут у нее стикер. Она благодарит всех, да, покупателей своих. И ссылка на ее инстаграм, на котором очень много подписчиков. Ну, супер. Отлично. Мне вот очень нравится ее такой стиль, как она сделала страничку продукта. Ничего особенного. Как вы видите, даже описание очень такое краткое. В основном это фотографии, да, как вы видите, вот фотографии. И сами очки. Красивая форма. Ну, такая форма, мне кажется, подойдет каждому. В общем, как вы видели, у нее как бы всего лишь там несколько, да, продуктов. Но самые вот хорошо продаваемые ее очки. Они стоят 15 долларов. Как бы я вам дальше сейчас покажу, да, сколько эти очки стоят, например, в Китае. И за сколько их можно, например, привезти и перепродать в Америке. Что тут очень важно, да? Очень важно знать вообще, что в тренде. Например, если это очки, вообще знать, да, какие сейчас модные очки, какие там хорошо продаются, да. И это могут быть даже не очки, могут быть там какие-то другие, да, аксессуары. То же самое, какие-то наборы, браслеты. Я вот знаю, да, сейчас, например, вот в тренде вот такие вот большие цепи там с жемчугом. Ну, в общем, может быть, это видео как бы больше для таких вот девушек, да, для женщин. Ну, и, может быть, для мужчин, да, если вы разбираетесь вообще в женских аксессуарах, там, как бы очках, ну, как бы в одежде. Хочу показать, как вообще выглядят очки, которые я заказала на Амазоне. Вот вы, как вы видите, это бестселлеры Амазона. Именно очки для женщин, да. Так, тут на первом месте вот эти очки. Может быть, они тоже очень хорошей формы, да. Видно, что здесь у них 34 тысячи отзывов. Вот эти тоже неплохие. Так, идём дальше. Вот они, очки, которые заказала я. Они на восьмом месте. Это значит, что примерно в день они продают таких очков больше ста. Нажмём, посмотрим, да. Вот оно написано, да, что я себе купила такие. Вот есть чёрные, у них несколько вариантов, несколько цветов, расцветок. Видите, здесь есть коричневые, там, чёрные, да, разные. Описание тоже такое очень краткое, ничего особенного. Стоят они 14 долларов. Они пишут, да, что они стоили там 20 долларов. Сейчас скидка, там, 14 долларов. Так, фотографии. Вот так вот, да, выглядит. Упаковка, как я вам показывала. Тут идёт чехол вот такой. И из микрофибра... Из микрофибры такой... Такой... Платочек, да, чтобы протирать очки. Вот. И сама коробочка. Так, тут они делают вот такое вот описание, да, очков. Что ещё? Фотографии. Вот, очень важно, чтобы были вот такие фотографии, да. Скажем, вы можете там тоже, если вы, скажем, продаёте очки, вы можете попросить там своих подружек, да, их как бы надеть и их сфоткать. Так, идём дальше. В общем, да, вот такой вот бренд. Он называется Sojos, я так думаю. Это какое-то, мне кажется, название такое мексиканское, да. Может, мексиканцы американские продают. Так. То же самое. Вот они тоже... Это видно, что эти фотки из Инстаграма. Отзывы посмотрим, да. Отзывы тоже очень хорошие, видно. Есть и, ну, плохие отзывы, но 79% пятизвёздочных – это очень хорошо. В общем, да, вот так выглядят очки. И если вы делаете, скажем, страничку, да, очков, вы можете просто вот даже посмотреть, как другие делают, какие фотографии. Я думаю, вот такие фотографии, например, может каждый, да, сделать даже на свой телефон. Вот. Тут разные расцветки, как я ещё говорила. Ну, в общем, да, у них 17 057 рейтингов. Это очень хорошо. Так. Ну, давайте посмотрим ещё, какие другие, да, очки есть, которые хорошо продаются. Вот. Women's Sunglasses – это женские очки солнечные. Разные формы. Итак, что я вам, как бы, предлагаю, да, вам... Если вы хотите вообще выделиться из толпы, я вам предлагаю тоже сделать вот такой вот чехол, да, красивый. Рядом очки, там можно даже коробочку, скажем, да, упаковку. И... Вот ещё коробочка. Видите, сразу видно, что... Ну, как бы выделяется от других очков. По фотографиям очень хорошо делать вот такие вот фотографии, чтобы сразу было видно, да, какие линзы, какая форма очков. Вот. Мне тоже вот очень нравится вот эта фотография. Например, мне понравилось больше всего, да, потому что они делают две фотографии на самой главной страничке. Прямо в профиль, да, вот это вот. И как бы вот прям сами очки, как они выглядят. Так, а теперь давайте посмотрим, какие очки можно найти на alibaba.com, и их можно будет перепродать на Амазоне. На главной страничке alibaba.com будем искать очки. Сейчас я буду... Я наберу women's, like, not trending, sunglasses. Так, тоже, да, миллионы очков выходят. Я сразу фильтрую trade assurance и verified supplier, да, чтобы как бы отфильтровать те, которые просто там перепродажники. Это уже такие проверенные онлайн-магазины на alibaba.com. Так, смотрим, смотрим, какие, например, какая форма, да, вам нравится. Так, цены тоже разные, там, вот доллар даже стоит, да, вот эти вот модные очки сейчас, вот эти винтажные, они стоят вообще доллар, доллар пятьдесят семь, а на Амазоне они стоят пятнадцать долларов. Так, смотрите, какая форма, да, может быть, там, красивая, там, так, вот, например, вот эта форма мне очень нравится. Вот такая форма. Они сейчас очень модные, в тренде. Их очень, как бы, мне кажется, хорошо можно будет продать на Амазоне. То же самое, вот такие вот очки, да. Так. Вот эти вот очки, как у этой Фариды, которая продает на пятнадцать тысяч долларов в месяц. Ну, давайте нажмем, да, на них, посмотрим. Так. Да, почти такие же очки, как у неё, ничего особенного. Сколько они стоят? Вот, по-моему, это тоже точно такие же очки. Она их продает, там, по пятнадцать долларов, да. Видите, стоят они в девяносто один цен, да. Даже если вы, скажем, купите, как бы, больше ста, да, это будет стоить, там, шестьдесят восемь центов за очки. Так. Что тут можно посмотреть? Ну, описание, да. Вот это описание вы можете потом дальше использовать, когда вы будете делать страничку продукта. Ну, вот так вот они выглядят. Вот такие фотографии вы можете просто сделать скриншот и использовать тоже на Амазоне. Так. Красивые формы. Мне, например, очень нравятся вот эти, вот эти чёрные, например, да, и коричневые. Очень классные фотки. Очень нравятся мне. Вот даже есть фотографии. Так. Теперь, какую упаковку предлагает сам производитель? Они предлагают вот такую коробочку, предлагают вот такой чехол, да, из микрофибры. Так. Что ещё? Предлагают, ну, можно их попросить, например, сделать ещё красивее, да, чехол. Например, я брала очки раньше, да, у меня там разные красивые такие чехлы. Ну, в общем, смотрите, у них есть все сертификаты. Если, скажем, да, там, в случае, если Амазон у вас запросит сертификаты там какие-то, да, то что это очки, то вы можете у них их же взять. Так. Ну, отлично. Примерные цены вы увидели, да, скажем. Они стоят 68 центов. Итак, скажем, вы хотите, вы, в принципе, да, можете купить там в начале у них 100, скажем, вот таких вот коричневых, да, и 100 вот таких чёрных. И, скажем, 68 долларов за 100 чёрных, 68 долларов за 100 коричневых, это будет 136 долларов. Так, а теперь вы, как бы, вам надо красиво оформить, да, эти очки, чтобы вы выделялись там из толпы. Давайте посмотрим, какие можно сделать чехлы или вот такие красивые коробочки для этих очков. Я думаю, что у них вообще на этой фабрике должны быть такие чехлы, но давайте посмотрим просто, какие продаются на Амазоне, ой, на alibaba.com. Так, скажем, sunglasses case. Кейс это вот чехол, да, давай посмотрим. Какие тут есть варианты? Так, вот есть весь набор, да, скажем, $1.28, $1.54. Ну, получается, что даже весь сам набор вот такой, да, он дороже, чем сами очки, получается. Так, тут вот есть вот такие розовые, да, скажем. Вот это вот тоже красиво очень выглядит. Мне нравится бежевая, там всё в коробочке. Вы просто, когда создаёте продукт, вы должны думать уже, как это выглядит на, как будет выглядеть на самой главной страничке, да, чтобы там прям было очень красиво, впрысалось в глаза, были красивые фотографии. Так. Ну, вот эти вот очень такие хорошие чехол, мне тоже нравится такой аккуратненький. Такой белый. Ну, давайте ещё вторую страничку посмотрим. Ну, вообще мне все как бы нравятся, я просто хочу посмотреть такое, да, чтобы прям вау, прям сразу в глаза бросалось. Есть вот такие вот коробочки разноцветные. Ну, в общем, давайте вернёмся на первую страничку. Я там видела, да, такие очень красивые варианты чехлов. Так. Ну, скажем, вот такой вариант. Тут идёт уже, видите, тут есть и коробка. Вот есть коробка, сам чехол. Внутри вот такой вот матерчатый чехол, плюс ещё вот эта тряпочка, да, скажем. Очень красиво всё выглядит. Так. По ценам. Теперь тут написано, что есть, ну, от 100 штук это будет доллар 4 цента, да. Ну, я думаю, что вам за доллар сделают таких, скажем, 200, да, если вы заказываете 200 вот такого набора, это доллар, да, вы просто можете вот сделать скриншот вот этого набора и отправить его вашему производителю и сказать, вы можете сразу очки закинуть вот в такой набор. Так. Теперь ещё у вас могут спросить, вы хотите свою логу, да, на этих чехлах? Ну, я думаю, что на матерчатых можно не делать, да, логу, но именно вот на коробочке и на вот этом вот таком твёрдом чехле можно сделать своё логу. Ну, это вы можете обговорить, они могут сказать, ну, если вы хотите заказать, там, да, со своим лого, то это будет стоить, там, вы должны заказать тысячи штук. Поговорите с производителем и постарайтесь договориться, чтобы они на 200, да, сделали ваше лого и скажите, что я ещё дальше буду вам заказывать у вас и я буду ещё, как бы, ещё потом там 200-300 закажу, да, так что, в общем, ну, договоритесь, чтобы вам сделали вот такие чехлы. Итак, как вы видели, сами очки стоят 68 центов, набор стоит доллар, да, там, доллар 68 будет вам стоить целый набор, как бы, очков и я думаю, что это очень такая отличная цена. Итак, ребята, как вы видели, набор, да, вот, чехлов можно достать за доллар, сами очки за 68 центов, это отличная цена. В общем, если вы, скажем, закажете, да, 200 очков, скажем, чёрных стоят, там, и коричневых сто, да, то примерно вы потратите на вообще сам продукт 300, ну, в общем, там, около 350 долларов. Так, а теперь, скажем, вы, вам ещё надо будет эти очки из Китая доставить на американский склад. Поставщик у вас возьмёт за доставку примерно вот такой вот коробочки, да, которая весит, там, 100 граммов, и это будет примерно две большие коробки, в одной коробке примерно будет 100, да, таких очков, во второй коробке тоже будет 100. В общем, за это у вас производитель возьмёт примерно, там, 150 долларов. И, как вы видите, в общем, себестоимость продукта вам обойдётся в 500 долларов. Это 200 единиц, да, вот, очков, вы заплатили 500 долларов, и ждёте, когда ваши очки доставят до склада Амазона. Итак, сколько возьмёт Амазон Комиссия за вот такую вот коробочку с очками, да, это не небольшая коробочка, такая маленькая, и у вас Амазон примерно возьмёт 5 долларов за хранение и за отправку, да, этих очков, в случае, если у вас их купят тут в Америке. Итак, давайте теперь посчитаем, да, в общем, сколько вы потратили, сколько вы можете заработать на этих очках. Себестоимость продукта вам обошлась примерно в 500 долларов, да, скажем, с доставкой из Китая на склад Амазона. Теперь, комиссия Амазона, если вы, скажем, платите по 5 долларов, да, за каждую, как бы, за каждую коробочку, то это будет 1000 долларов, да, скажем, если вы продадите все 200 пар ваших очков. Если вы продадите все эти 200 очков, то вы заработаете примерно 3000 долларов. Из этих 3000 мы отмаем, да, себестоимость продукта, которая 500 долларов, плюс комиссию Амазона, которая 1000 долларов. В итоге вам остаются чистыми 1500 долларов. Я думаю, что это отличная маржа. Скажем, да, вы вложили там 500 долларов и заработали 1500. Так что это еще в случае, если вы продаете там всего там 200, да, пар очков каждый месяц. Скажем, ваши очки всем понравились, да, вам именно понравилась форма очков. Вы дальше начали там заказывать, да, у вашего производителя по там не в 200, скажем, там 400, там потом по 600, потом 800, потом 1000, да, скажем, вы 1000 очков продаете каждый месяц на Амазоне. Как это делает вот эта вот девушка, да, Фарида, которая продает свои очки. Скажем, она говорит, что она зарабатывает 15 тысяч долларов, да, на очках. Скажем, даже если это просто, да, как бы ее, это не чистый доход, да, просто вот она на 15 тысяч продает. Получается, если пара очков стоит 15 долларов, она 1000 очков каждый день, ой, каждый месяц продает. И в случае, если вы дойдете до такого уровня, да, и вы будете продавать 1000 пар очков каждый месяц, то ваш доход, чистый доход увеличится от, скажем, 1500 до 7500. Я думаю, что это очень даже неплохо, да, заработать там 7500 долларов каждый месяц, просто продавая там разные, там, тут как бы две, два цвета разных, да, очков. Так что, ребята, вот смотрите на примере вот этой девушки, да, Фариды. На моем примере, да, скажем, вот эта Фарида, она начала продавать, ну, она просто уволилась с работы, решила начать свой бизнес, начала с этих очков. Может быть, у нее вначале тоже, да, там продавали всего по 10 штук, там, но сейчас она вот огромными количествами продает каждый месяц. У меня то же самое, я начала там с каких-то носков, да, сейчас они тоже по несколько тысяч там продаются. Так что, вот вам живой пример, как люди начинают бизнес, да, и у них это как бы хорошо получается. Так что, я вам советую, не сидеть, если у вас есть идея, работайте над ней, да, изучайте эту тему продажи на Амазоне, смотрите, как другие люди, да, делают свои, там, странички на Амазоне, как они делают фотографии, и это все как бы вам поможет. Ребята, всем спасибо, что посмотрели это видео, я очень рада, что у вас становится все больше и больше, на меня подписываются каждый день, вы задаете мне вопросы, на которые я стараюсь, да, отвечать, может быть, не сразу, но через пару дней я обязательно отвечаю. Очень рада видеть вашу, вот, обратную связь, да, видно, что вы, как бы, уже интересуетесь бизнесом на Амазоне, есть из вас те, которые уже, да, знают, что они хотят продавать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, я буду для вас создавать еще больше контента на такие темы, да, вот именно хорошие продукты, которые можно продать на Амазоне, буду для вас делать разбор продукта, да, сколько это будет стоить, буду показывать, прям, как на Амазоне это все делается, как на Алибаба это все делается. Пожалуйста, оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте свои лайки, это очень помогает моему каналу, да, в продвижении, и в будущем я для вас буду делать еще больше видео на такие темы. Всем огромное спасибо, увидимся в следующий раз, всем пока!